Собираю удочку очень долго, все время хоть что-нибудь там добавить дополнить и вот делал делал короче сломал и теперь буду делать так как никто не делал я сам делаю первый раз кое-что из того что тут есть у меня есть видео то есть вот такой вариант компоновки стражка похожий у меня есть но конкретно вот именно такого нет то есть он вроде бы как бы есть но его еще нет но сейчас он будет вот эта металлическая пружинка ну то есть от того же стражка только может быть помощнее немножко металлическая пружинка я что кручу верчу потому что ну все темное и в общем то сложно узнать куда чего вставлять то есть я вот поэтому тут немножечко задерживаю время может сноровка уже не то в целом целом вот эта вот часть это из предыдущего варианта из предыдущего видоса ну там из одного из предыдущих видосов то есть расщепил кончик расклинил теперь надо все выровнять так чтобы было прям отверстие вот такую такой прибамбас еще не делал такой но сложненький но сделать оказывается можно так теперь надо мне что сделать опять вот вот загнать туда этот прием мы уже освоили так хорошо когда подготавливаешь детали остается только собирать теперь я вставляю пружинка хорошая она то чтобы такая найти супер там пружина просто она очень хорошо регулируется хорошо настраивается под любой можно сказать вариант ловли там на разные веса мормышки есть пружинки там одна из любимых удочек которая 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 сложно настроить стражок поэтому я ну ловлю в основном на дни и те же веса мормышек который мне ну просто вот уже все это удочка и вес мормышки по неразделимы ну там есть большой предел такой ну например вольфрамка пятерка и вольфрамка восьмерка если постараться можно и десяткой половить короче вот то есть я все это посадил вот видите теперь у меня амортизатор является пружинка может это в природе существует но в моей природе этого нету есть похоже карбон короче вот то есть это что-то перетянул немножко но свободнее надо понимать все я вместо силикона поставил пластик поэтому он немножко посложнее двигается но это хорошо потому что фиксация будет лучше так в целом все теперь надо тюльпанчик поставить сейчас еще посмотрю уровню так через хочу это сделать основательно потому что тут . она сезон-то закончился но во всяком случае я уже планирую со спиннингом ходить хотя еще лёд есть но у нас уже открылась вода уже есть желание ходить со спиннингом вот ну целом все ну то есть вот посмотрите если кто увидит на этом предыдущее видео если захочет посмотреть как это все делается принципе можно там из всех видео понять что и тут сотворил сейчас мне осталось поставить тюльпанчик секундочку либо мне пришлось подразбирать когда сломал тюльпан ну короче уже сделал удочку и решил ее ну как обычно потестировать на прочность и нашлось слабенькое место слабенькое место тоже это хорошо что оно нашлось дома я поэтому и стараюсь там перенагрузить там сделать как-нибудь так чтобы ну на всякий случай проверить протестировать короче по прочности так вот вот это мне надо сделать что надо сделать такой небольшой загибчик вот видно видно вот чтобы при сборке настройки у меня здесь было все прочно но осталось совсем немножко вот запчасти которые ставил это это ставил то есть чтобы фиксировать и конце концов выбрал вот именно вот эту просто кусочек стержня так теперь мне что надо сделать теперь мне надо сделать по капельке клея начнем сверху так так ровненько здесь можно клей не не добавлять мне тут довольно таки плотно получилось но все равно капну чуть-чуть совсем потом повторно когда она тут немножко затечет потом повторно еще прокапаю но чтобы клея излишки не было и вот это вот я сейчас выровняю полоску то есть как бы ее можно сделать разборной но не в данном случае данном случае это пружинку у меня является прям вот нужным амортизатором менять я ее не собираюсь ну то есть я просто проклеиваю там те местечки много наверное ну ничего нормально все так все так ребята ждем когда чуть-чуть подсохнет уберем клей пока так то прикольно получается если кто думает что тут типа лед будет собираться я говорю что у меня леска идет вдоль сторожка вдоль шестика поэтому леска независимо от шестика и соответственно вот этот мороз он не страшен если например металлические пружинки сюда ставлю ну витые а это у меня плоская пружина получилось и если вдруг сюда попадет вода ничего страшного то есть это вот буквально там несколько движений и все тут чуть ли клеем не залез клей так ну подсохнет час и получается удочка готова вот эту удочку у нас поедет в самару эта удочка является опять новинкой маленький моментик в этой удочки но все-таки новенькая а все остальное ручка такой формы катушка данный момент больше немножко ну диаметром в районе четырех сантиметров с копейками также капролон также вот это капролон это пластик это пластик но пластик хороший металл то вот это капрон то есть это ну шариковые ручки там или от гелевой ручки короче запчасть капрон вот это кнопку пил карбоновый хлыст цельный потому что на эту удочку подразумевается ловить ну на мормом на мормышке от грамма также возможно блеснить сейчас еще немножко подсохнет в принципе уже готово все то есть вот например вот таким образом на эту удочку можно блеснить если хочешь ну допустим жесткость помощнее сделать то есть ее просто развернуть вот так и удобно держать то есть и в рукавицах и все и пожалуйста блесни нагрузку этот 6 выдерживает но достаточно потому что он цельный карбоновый также мормышить хорошо вот еще на и дополнительно как обычно это вот чтобы в ящик убиралась дополнительно есть возможность у нее выдвигаться насколько она выдвигается ну ненамного пускай там сантиметров на 8 но это зато удобство сборки внутри она там фиксируется то есть ну когда будешь ловить она не будет болтаться и соответственно все вся конструкция будет жесткой естественно со временем вот это все разработается я сделал немножко так вот у нас на запас прочности вот разработается тут принципе вот тут сантиметр не доходит но если захотеть дойдет то есть ну так постепенно он разработается такие пироги ребята заканчивая сегодня зимний сезон но впереди у нас новый год а там еще и перволеток будет после летнего после открытой воды так что все у нас есть а так дизайн черненькая пробочка и желтенькая как бы небольшой контрастик ну тут оранжевый желтый ручка желтая все как хотели так получились ну и тут фрикциончик еще такой забавный получился он очень мягкий благодаря кожаному кожаной шайбе шайба из натуральной кожи я уже проверил ее вот кожаную шайбу причем на многих удочках и там на да без мотылки и с мотылкой то есть вообще работает любой мороз любой холод она отрабатывать свое как надо ну вот короче . я думал все уже ничего больше не придумаю в плане ну вот своей конструкции от нет все еще впереди еще можно что-то доработать короче вот все сезон заканчиваю вот и а и и Продолжение следует...